Менее полугода осталось до выборов в Государственную Думу России седьмого созыва. Все политические силы страны продолжают формировать списки кандидатов, в том числе за счет объединения своих структур. Так, к примеру, партия Парнас предложила коллегам из Яблока сформировать для участия в выборах единый список кандидатов. В Яблоке этот сценарий отвергли, заявив, что такое предложение равноценно самоликвидации партии. В свою очередь, единороссы продолжают тщательный отбор кандидатов для участия в предварительном внутрипартийном голосовании. На сегодняшний день в Нижегородском оргкомитете уже имеются заявки 20 кандидатов. Это и действующие депутаты Госдумы, и те, кто решил попробовать свои силы в первый раз. Так, документы для участия в предварительном голосовании подал действующий парламентарий Вадим Булавинов. Он сообщил, что день выдвижения выбран не случайно. Решил сделать себе приятное в день рождения зарегистрироваться в качестве кандидата на предварительное голосование. Это абсолютно демократическая модель. Аналогов ни одна из партий больше таких не имеет. И я думаю, что по результатам именно этой процедуры определится наиболее сильный кандидат, независимо от того, является он членом партии «Единая Россия» или обычный, беспартийный, но активный и пользующий доверием и уважением человека. В партии такого же мнения «Единая Россия» уверены, что в ходе агитационной кампании определятся самые яркие кандидаты, которые достойно представят партию на выборах депутатов Госдумы 18 сентября. Следующий этап нашей работы – это дебаты, которые продлятся два месяца практически. Посмотреть, как эти люди будут себя вести в полевых условиях, что они смогут предложить избирателей, как они выступят, собственно говоря, 22 мая. Поэтому наша дверь открыта для всех, мы всех ждем. Идея предварительного голосования, в котором в качестве выборщиков могут участвовать все граждане, обладающие избирательным правом, кажется нижегородцам все более привлекательной. Конечно, кандидат всегда должен советоваться с народом, должен быть открыт для людей. Я обязательно пойду голосовать, чтобы выбрать достойного представителя. Я думаю, что от партии кандидаты должны советоваться с народом. Просто они показывают этим, что они доверяют народу, что они что-то значат. Не просто так вот сидят они у себя в кабинетах, а что-то делают. И на выборы я по-любому пойду, потому что каждый голос, как говорится, важен.